приветствую всех заглянувших на мой канал сегодняшняя наша встреча будет посвящена вот чему смотрите я так думаю что вас для цветов в доме много не бывает поэтому вот с этой бутылкой мне было жалко расставаться большая красивая бутылка из-под сока она была благополучно отмыта уже все этикетка очищена все чистенько и теперь с помощью самой обычной водно-дисперсионной краской самой обычной можно даже взять и что-нибудь дешевенькая потому что она все равно идет к нам под грунт мы будем грунтовать вот эту бутылку и дальше еще будет свой декор поэтому я буду рада если вы останетесь и продолжите эту работу вместе со мной мой совет краску наносить поролоновой губкой есть специальные вот такие спонжики с ручкой продаются в рукодельных магазинах а можно отрезать от обычной губки которые вы моете посуду чтобы не не оставались следы разводы от краски на на этой поверхности и вот такими промакивающими движениями надо закрунтовать всю всю бутылку видите разводов от кисти нет а потом это высохнет и я вам покажу что мы будем делать дальше эта бутылочка уже высушена и покрыта акриловым лаком он не воняет быстро сохнет рекомендую как видите получилось уже неплохая фактура и в принципе можно было бы так и оставить но мы с вами пойдем сегодня дальше сегодня во всяком случае и как можно догадаться вот это все лежит здесь не зря мы будем декорировать эту бутылку кружевом у меня много разных кусочков разного рисунка разной ширины но я должна сказать что так как мы ее будем клеить клеить будем клеем пва то лучше всего лучше будет приклеиваться именно хлопчатобумажное кружево вот эта синтетика она будет приклеиваться тяжелее чем вот это хлопчатобумажное вот этот кусочек я скорее всего приклею на горлышко видите здесь еще осталась винтовая нарезка и вот именно ее я и должна замаскировать на горлышко мы уже с вами приклеили винтовую резьбу скрыли клей пва с работы справился превосходно кружева приклеена она держится несмотря на то что это толстая кружева не хлопчатобумажная но кое-какие есть у меня претензии к качеству и все-таки это ваза она будет браться в руки и я бы хотела более надежного крепления этого кружева кстати вот сейчас я вам найду стык минутку и покажу вам так 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 вот видите даже я не сразу нашла этот стык он вот он здесь немножко выступает совсем чуть-чуть здесь по рисуночку все стыкуется следующим моим шагом будет нанесение шпаклевки как я уже и сказала мне не нравится не удовлетворенная качество приклеивания поэтому вот здесь вот видите немножко не плотно прилегает вот здесь вот в частности видите вот еще лучше именно поэтому я считаю необходимым нанесение шпаклевки она плотнее зафиксирует это кружево на вазе шпаклевку беру акриловую и кисточкой буду ее наносить беру шпаклевку и стараюсь нанести ее именно вот выступающие зубчики и это любопытная санса пришла посмотреть что же делает ее хозяйка санса 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 берем на кисточку шпаклевку и как бы вот туда за этот лепесток где он оттопыривается так наверное можно сказать я туда кисточкой выбиваю шпаклевку и видите здесь получается более плотное примыкание и это именно то что нам и надо закончив работу с уголками я решила сделать ту же самую процедуру и на остальной части кружева чтобы не так сильно отличались уголки от остальной части на этом этапе можно было бы и закончить с добавлением кружева это сейчас будет сушиться но я решила все таки еще немного добавить кружева это же вот по низу только рисунок а вот эта часть остается у нас пустая я решила добавить из остаточка вырезаю некоторые элементы и буду составлять из них рисунок и и мой выбранный узор сложился вот такую вот схемку здесь я без вас уже тоже покрыла шпаклёвкой и обязательно после каждой работы после шпаклёвки потом после этой краски я всегда прохожусь вот таким лаком акриловый не пахнет быстро сохнет вот у меня матовый а бывает он еще и глянцевый и здесь я тоже без вас нанесла уже кисточкой слой позолоты акриловая тоже быстро сохнет тоже без запаха она нанесена здесь на ободок она нанесена на низ остался символический цветочек надеюсь вы мне поможете здесь совершенно не важно соблюдать осторожность я имею ввиду то чтобы краска не выходила за края лепестков здесь это совершенно не важно и если вы досмотрите до конца то вы увидите почему в той технике которые я работаю и это совершенно не так важно просто вот так быстренько наносим эту позолоту кстати акриловые красочки вот я вам показала золотой металли бывает еще в бронзовом цвете бывает медном этот металлик бывает винтажное золото состаренная то есть фантазии есть где разгуляться и скомбинировать вы можете с любым цветом можно подобрать краску специально под свой интерьер или под светов свои цветовые предпочтения поэтому я их очень люблю все цветочек готов мы его обработали моего вызолотили теперь вот это должно подсохнуть и и это я обязательно опять должна покрыть акриловым лаком для закрепления это совершенно необходимо и для моей работы дальнейшей и вообще вот обработка лаком между слоями между этапами работы она только закрепляет она только помогает нам теперь мы это все суши и потом покроем лак все высохло переходим к следующей операции она будет самой грязной поэтому я советую надеть вам перчатку у нас золото а классическое сочетание золото с чем с черным цветом поэтому берем черный и продолжаем я использовала черную вот из такого наборчика теперь смотрите вот здесь еще не прокрашена но здесь будет еще один слой потому что черным трудно закрыть сразу белый а вот здесь будет сейчас проявляться явное волшебство берем мокрую тряпку и именно поэтому вот из-за этой вот работы необходимо надеть перчатки и смотрите через черноту проступает золото и не просто золото а такое золото с историей если посильнее потереть то позолотой будет больше если поменьше то будет больше заполненных чернотой впадинок и кружево будет рельефные выступать как захотите вы сделать посильнее потереть или поменьше это конечно дело ваше можно сделать по разным не забудьте только что это надо сделать до полного высыхания краски иначе вы ее потом не сотрете и что тряпка должна быть мокрой не правда ли это действительно как волшебство мы с вами как археологи которые раскапывают сокровища трое все золото мы с вами раскопали и теперь завершающий штрих покрыть все это еще одним слоем акрилового лака пусть вас не пугает что он кажется белым и это все высыхает и становится совсем совсем прозрачно это будет надежное покрытие вазу можно будет протирать мыть акриловая броня высохла это теперь можно употреблять по назначению можно покрыть еще одним слоем акрилового лака и это все по вашему желанию замечательное сочетание без проигрышные золото и черное я только немного пожалела о выбранном рисунке ну я не знаю как по вашему мнению мне одно время казалось что достаточно и вот этого вот нижнего пояса кружева и верха но с другой стороны если этот рисунок мне надоест я могу вазу поставить лицом к себе вот так а теперь я вам покажу немножко в сочетании с цветами сейчас конечно и зима живых цветов у меня нет я поставлю сухо цветы а вас прошу поддержать меня пальчиком вверх можете подписаться на мой канал я надеюсь в следующем видео будет тоже что-нибудь очень интересное и вы не пожалеете что ко мне зашли смотрим особого выбора сухо цветов я вам не могу предоставить моя молодая хозяйка пушистая четырехлапая и хвостатая очень полюбила трогать их лапкой и всячески над ними издеваться поэтому вот только несколько вставленные в вазу это ниша на кухне у меня ремонт недоделанный поэтому целиком показывать не буду любуемся пока только на вазы и еще хочу сказать что у меня на канале есть еще несколько примеров того как я делала вазы это и еще одна есть черное золото такой же техники только там было другое кружево и другой рисунок и еще две вазы у меня есть которые я делала из пакета сока они не бьющиеся в отличие от стеклянных и вам не придется горевать по поводу того что они разобьются на этом я с вами прощаюсь до следующей встречи с вами была Марина ссылочки на видео оставлю под описанием «Алтон» 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 «Алтон»